Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, сегодня мы с вами не будем никакие игры рассматривать или проходить, я вам просто покажу новый метод захвата видео, который я использую уже выпусков 20, может быть даже немного больше. Поскольку вы, наверное, помните, что раньше я снимал с телефона, был очень такой затяжной процесс, все немножко получше стало. Итак, нужна всего лишь одна программка и один сайт, чтобы снимать так же, как я, с iPad. Кстати, совершенно не обязательно иметь джилбрейк, как у меня, это я просто поставил уже, думая использовать твики, но они не оптимизованы пока под iOS 8, поэтому от безысходности получилось использовать этот вариант. Итак, все нам необходимо будет в Safari, заходим на сайт, вот такой вот, ios.net, заходим, видим тут нам предлагают install одного приложения, даже для не джилбрейка, собственно, девайсов, как тут и написано, но я не буду уже нажимать на install, поскольку у меня уже это есть. Есть одна, правда, маленькая штука, что, возможно, вам понадобится перевести некоторое, ну, дату свою на какое-то определенное время, я точно не помню на какой, если у вас джилбрейка нету. Конечно, если есть, то ничего такого не надо будет, сразу установится вот тут вот черненький, такой, MO for iOS, ну, for iOS Store. Вот. Так. Значит. Ну, тут у нас будет как раз предлагаться show, iRag и прочие всякие штуки. Надо будет нажать на show и установить его. Проще пареной репы. Ну вот, установится вот такое приложение рядышком, называется show. Собственно, я им сейчас и записываю, собственно, видео. Тут можно устраивать сопки, кстати, бродкестинг. Можно просто записывать. Все рекординги будут вот в этом окошке записываться, их можно будет редактировать, все дела. Ну и MO, это вот всякие разные штуки. А, я же забыл вам сказать, что самое главное такое, что тут надо будет авторизоваться через что-нибудь, через Google Plus или Facebook. Я пропустил этот шаг, поскольку у меня автоматическая авторизация и все дела. Вот такие вот дела. Сохраненное видео можно в формате MP4 или в формате WMA сохранять. Можно его делать HD, Full HD и так далее. А может быть и в более плохом качестве. Но я, конечно, не советую, поскольку видео получаются довольно маленькие по своему размеру. Ну, поменьше, чем те видео, которые у меня получались через Samsung, который использовался для съемок. Так что, вот такие вот дела. Если понравилось, каким методом я сейчас вот снимаю, смело пользуйтесь, как и я. На этом все. С вами был Метро. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу. Ставьте пальцев. Всего доброго. Увидимся завтра. Скорее всего, в обзоре какой-нибудь игры. И помните, что самое интересное еще впереди. Thank you, guys.